Ну, анемия, вроде как, вопрос достаточно изученный, понятный, чувствуемый. Есть ли тут какие-то еще нюансы анемии в переоперационном периоде? Давайте разберемся. Собственно, не берется анемия в переоперационном периоде. Во-первых, исходно пациент может прийти с анемическим синдромом. Во-вторых, мы его создадим или усугубим в рамках оперативного вмешательства, который неизбежно сопровождается кровопотери того или иного объема. Спектр лечения, спектр средств коррекции анемии понятен. И к этому сложно чего-либо добавить. Если говорить упрощенно, это эритроцит, содержащий компоненты крови. Пока это ключевые, наверное, средства коррекции анемии по операционному периоду. И целая серия средств, относящихся к альтернативной технологии. Если говорить об операционном периоде, то у нас будет все ясно. Основное средство – это, конечно, донорские эритроциты. Реинфузия нам в этом плане поможет. Определение показаний мы осуществляем двумя способами. Это известный протокол массивной кровопотери, то есть ситуационные показания к назначению эритроцитов. И целевая терапия. Кстати, протокол массивной кровопотери, помимо вот этой терапии по умолчанию, целевую терапию тоже подразумевает так же. И целенаправленная терапия, по данным лабораторного контроля, она все-таки является основным даже при массивных кровотечениях. Перереперационным периодом здесь понятно. Где взять показания? Ну, у нас есть разные модные тенденции на этот счет по уровню гемоглобина. Когда-то было 60-70, 70-80. Ну, в принципе, вот довольно подробно уже вроде как в последнее время особенно это не меняется. Довольно подробно это представлено в национальных рекомендациях по трансфузии эритроцитов изъезжающих компонентов крови. Они соответствуют зарубежным различным исследованиям. И, в принципе, большинство рекомендаций тех или иных узких профессиональных, они копируют вот эти назначения. В основе гемоглобин. При этом мы прекрасно понимаем, что гемоглобин далеко не самое хорошее средство, уверенное для оценки анемического синдрома, но ничего на этот счет у нас другого нет. И, в общем, а можно назад чуть-чуть? Почему? А, все, сам нашел. На этот счет у нас ничего другого нет. Что касается переоперационного периода. С кровопотери операционной, в общем, сложно что-либо сделать нового. Конечно, оперативная хирургическая тактика шагает вперед. Методы бескровной хирургии мы давно уже вроде себя озвучили, они должны давать положительный эффект. Год от года они дают положительный эффект во всех клиниках, которые этим занимаются. Тем не менее, если мы с вами в целом, то все равно мы, в принципе, в этой модели не меняемся, и мы с вами делаем сильный эффект. То есть, и при этом, все-таки, когда зима и малые негативные хирургии остаются серьезные, хирургии остаются достаточно агрессивные. Наверное, с этим мало что можно будет сделать главально в ближайшее время. Что мы можем сделать в предоперационном периоде с теми ситуациями, в которые пациент приходит к нам? Во-первых, насколько это часто? Анемия и оперативная хирургия. Мы в дальнейшей территории думаем, что, да, довольно часто треть пациентов приходит в хирургический стационар с исходной анемией. Чаще всего это в онкологической практике. Естественно, все многое зависит от профиля пациентов. Ну, вот от 20 до 40 процентов частота предоперационной анемии. Мы посмотрели в городе Москве свою статистику. У нас получилось немножко лучше, но не знаю, почему. Ну, порядка 10-15 процентов хирургический стационар приходит от анемических пациентов. Может быть, просто хирурги у нас что-то скрывают. Они где-то, может, оперируют подпольно. Ну, в общем, факт тот, что у нас статистика получилась лучше, но все равно достаточно серьезная. Итак, предоперационная анемия явление достаточно часто. Насколько оно для нас значимо? Значимо, во-первых, поскольку есть статистика о том, что анемия предоперационного периода увеличивает проблемы и во время оперативного учреждения в данном периоде. Увеличивает риск неблагоприятных исходов. Вот это исследование достаточно известно, и многие часто цитируют, но оно важно, оно яркое. Анемия любой степени увеличивает на 5 процентов смертельные исходы в послеоперационном периоде. То есть из 100 анемических пациентов лишних 5 смертей у нас будет. Любая анемия. Ну, а тяжелая анемия – это даже увеличение на 10 процентов. Но при этом это не связано не только с оперативными вмешательствами, есть статистика и для неоперируемых пациентов о проблемах с анемией. Другая проблема – это увеличение потребностей в трансфузиях в переоперационном периоде, исходя из наличия предоперационной анемии. Причем логично предполагать, что увеличится в трансфузии эритроцитов, вполне понятно, анемия есть, более глубокая, еще кровопотеря добавят, мы, конечно, будем переливать больше. Как показывает статистика, не только эритроцитов. С анемичного пациента мы увеличиваем трансфузии и других компонентов крови, свежезамороженоплазмы и тромбоцитов в том числе. Ну, один из механизмов, это факт, основывается на том факте, что эритроциты тоже участвуют в процессах тромбообразования. Это отдельная интересная тема, но вот за не менее времени не буду это поднимать. Мы, в общем-то, на самом деле это нередко обсуждали. Надо отвечать отсюда, если есть анемия, вполне логично. Пациента мы хотим быстро прооперировать, или если она уже случилась. Гемотрансфузия же, она у нас всегда есть, компоненты крови присутствуют. Парадокс в том, что гемотрансфузия сама по себе, и это касается на самом деле не только эритроцитов, но эритроцитов в том числе, поскольку мы обсуждаем анемию, гемотрансфузия сама по себе является фактором неблагоприятного исхода. Как в онкологической практике, вот данная публикация довольно яркая, есть четкая статистика при, в общем-то, несложных оперативных вмешательствах, ни тяжелых, ни калечащих, четкая статистика в зависимости от объема гемотрансфузии увеличения, снижения выживаемости у онкологических пациентов. Опять же, инструменты можно различные обсудить, но один из самых понятных механизмов – это иммуносупрессия, связанная с гемотрансфузией, а, соответственно, риск увеличения септических осложнений, риск увеличения и рецидива онкологического заболевания, связанного с опухолевой, связанного с гемотрансфузией. Ну и вот, оказывается, в ней хирургии эта проблема тоже существует. Гемотрансфузия здесь, она важный, интересный инструмент, но таит в себе опасность, не только яркий вид гемотрансфузионных осложнений, но и что-то скрутое, что мы не всегда видим. Стало быть, это инструмент важный, но не всегда может нас помочь. Вопрос. Раз анемия в переоперационном периоде, в предоперационном периоде, мы ее можем подключить, вообще до какого уровня нам нужно ориентироваться? Статистика интересная. Вот два уважаемых международных сообщества дают рекомендации, говорящие о том, что если вы не хотите иметь проблем, связанных с анемией, анемии не должны быть как таковой. То есть для того, чтобы не было осложнений, связанных с последованием анемии в переоперационном периоде, больной должен прийти на стол с нормальным гемоглобием. А откуда вот несколько слайдов раньше я показывал рекомендации для трансфузии? Гемоглобин 70, гемоглобин 90. Да и мы обсуждаем довольно часто, вот и вчера обсуждали, и нередко, с каким гемоглобином вы готовы взять на стол. Ну тут колеблется мнение коллег, кто-то 80, кто-то 90, при этом всегда неуверенность такая сквозит во взгляде, и пытается вспомнить, а с каким я брал гемоглобин, это безопасно. А откуда эти цифры? Почему два таких вот значения уровня анемии? Все достаточно просто. Вот тот уровень, о котором мы говорили, 70-80 грамм на литр, 90 грамм на литр, это не коррекция анемии, когда мы можем о ней забыть, это уровень коррекции анемии, которую мы можем достигнуть тематрозом. Основная стратегия у нас с кузином, у нас последние 15, наверное, лета будет больше. Мы перелегаем в компоненты крови к витальным показаниям. Стало быть, коррекция анемии до уровня 70-80-90 грамм на литр, это купирование витальных показаний. Этой коррекцией анемии мы достигаем того уровня, что больной не умер непосредственно о нейдокохе у нас на столе или в ближайшем переоперационном периоде опосредованной термонимическим синдромом. Но для того, чтобы забыть о анемии как фактором риска любых осложнений, ее не должно быть в принципе. А стало быть, мы не будем далеко уходить в подфизиологию, посмотрим просто наши законы. До гемоглобина, до полноценного коррекции анемии, трансфузионной терапии мы достичь не можем. И это на самом деле оправданно. Стало быть, должны использовать какие-то известные другие средства. Они известны для предоперационного периода, для планового оперативного вмешательства. Они вполне абсолютно доступны. На самом деле мы один знаем. В зависимости от характера анемии, чаще всего мы сталкиваемся с железодефицитными анемиями, и чаще всего мы можем пользоваться препаратами железа. Но, как правило, у нас никогда не бывает увольности в сроках перед оперативным вмешательством. Где-то это связано с состоянием пациента, где-то это связано с финансовыми посылами учреждения. Мы хотим пропортировать эти пациенты как можно быстрее. Понятно, что в этом случае нам нужны препараты высоко дозированного железа. Итак, вроде бы все понятно. Вот согласитесь, мало для кого в этом зале я сказал что-то многое. Мы обсуждаем эти положения довольно давно, и на этом форуме тоже, и, наверное, завтра, если посмотрите внимательно, тоже в чьих-то докладах это происходит. Что здесь, в чем же здесь проблема? Проблема в том, что мы это хорошо знаем, но далеко не всегда у нас это получается сделать. Получается, что глобальный вопрос основной того, чтобы можно было бы заменить всю эту мою речь, он вот. Кто, где и когда должен подготовить пациента вот с этой самой анемии кооперативного вмешательства. И, казалось бы, все очень просто, но подводных камней здесь много. Непосредственно стационар. Стационар должен быть заинтересован, уменьшить осложнения, соответственно, подготовить пациента к оперативному вмешательству. Но это ни один, ни два, ни три дня. Мы не можем госпитализировать пациента на длительный срок для того, чтобы дождаться эффективной терапии препаратами железа. Терапия, терапевтическое отделение тоже у нас не должно быть для этой цели, потому как тоже, в общем, определенные проблемы с этим есть. Отправить пациента куда-то, тоже есть определенные риски. Мы отправим, не возьмем, проявим принципиально. Соседний стационар проявит принципиальность. Третий стационар не проявит принципиальности. Замечательно проявит, да потом пациент еще придет жаловаться, почему те предыдущие отказали от помощи. А мы потеряем пациента, и, соответственно, администрация. Это, в общем, тоже будет не самый хороший козырь в пользу нашей работы в этом плане. В ДИЖИК есть определенные варианты решения проблемы в плане диагностики и выявления этой проблемы. Есть не единственные стационары, в том числе и в городе Москве. Есть стационары, где анестезиологи проводят, консультируют пациентов в предоперационном периоде до госпитализации. Это возможность выявить, она имеет. Это частичное решение проблемы, но, опять же, неполное. Стало быть, нам нужно что-то, что может где-то, какая-то структура может скорректировать эту аномию. Четкого варианта я пока на просторах России не встретил, и если у кого-то есть, мы были рады услышать такой опыт. На что можно ориентироваться, на какую документальную нормативную базу можно ориентироваться. На самом деле, в общем-то, эта база есть в современном тансонологическом законодательстве, которое вошло в свет с 1 января 2021 года. Во-первых, если мы посмотрим на профстандарт врач-трансфузиолог, в его обязанности входит коррекция аномического синдрома. Не лечение аномии, связанное, скажем, с генатологическим заболеванием, с гематологическим заболеванием, это специфическая вещь. А вот коррекция аномического синдрома, причем с использованием как гемотрансфузии, так и альтернативных технологий, она там прописана. И вариант вопроса-ответа, где медицинская помощь по профилю трансфузиологии может оказываться в рамках дневного стационара, где, опять же, можно выполнить, как при необходимости гемотрансфузию, если возникнут, будут выявлены метальные показания, так и использовать препараты железа. Наверное, это не панацея, тем более, что не панацея, что пока мы тоже, у нас не получилось сформировать это полноценно, есть определенные проблемы финансового характера. Мы не можем это делать за свой счет, нам еще нужен МЭС, который будет содержать все эти в одной куче структуры. Но, тем не менее, вот этот вариант решения, понятные всем, абсолютно известные проблемы, мне одни из вариантов видятся именно вот таким. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...